Я так люблю ваши стихи, как на чему меня можно объяснить в арматике чая. Когда я их сочинял, они принимали взрыва существовать. Я их расширю в Бог, а сейчас их принимают, кто их приходит. Это ответ на стихи. Так, ладно. Ребята, я же динозавров, я работаю для меня Державин, Пушкин, Берманков, самое главное. Я работаю здесь, что не имею. Моем два длинных ствола, если надо, миссию. Мой апокалипсис. Он начинается, когда начнешь хамить жене своей растерянной и мерканной, и мерканной, и неизбежной, как в поле не напуганно рожь, но ты, пожалуй, не трожь. Он ведь не всегда был оттележен. Лучше правословно посмотреть на ангелов хороших и веселых, нуждающих в городах и в селах, чтоб на всю жизнь утыму и согреть, на Бога, что на всех наводят шорок, что для нас с нами биться перед петь. Что там еще? Божественный глагол Россия на слух и не коснется, и странная гудельность спит внется. Не человек, а Бог был, как сокол. Напускай злоба спит на многолосе, но пусть меня, а не его. И снова улыбнется я улыбкой и мудрой госткой, и можно подарить сердцебной поркой, когда полынь и пьяная сиян, когда все затроны смертной горкой, и обещанной, и леопатной. А смертный нет, и смертный долечий, и не за мне, что очередь за мной, и ты стоишь у кого-то спиной, но как ты красный перед вашей встречи, и как погниет твои свечи с плечи, и вера, когда ты горжи. А нынче, как не странная, стою, и тоже улыбаюсь, как не странный, улыбка и блаженная кианна, стою в бездне саму на прою, и в пасть утрадного и афана, и чувствую себя в вашей крови. И в бурочек мне, как кошка, и стола, или от фарма, как сделан, или отлет, а что теперь это холодно не езжит, и мысль, и загрязка на все лоб, и я тебе мог покушать, и вскоре, как вода водится, и как вода стыла. Атлет правда очень хороший. Жена на кухню тихоньки дырится, она затеянется и мастерится на твои покойные души. Ее давно бы надо нападеться, и вот тебе запомнили души. А за окном все равно, хорошая она и плохая, все ведь дневнее. От жизни отдыхая лучше всем как лето, а жена, зевая, врачитая, взрывая, опускаясь в ее. Какой смирный струк? Мы жизнь живем, мы не о том ни о чем. Техник, но что нам доверна в мир, каким не смыслом мы ориентируем, что мы уже вечность не хочу. Я могу сам одновременность в этом мир, не может, правда, не скажу. А вот сейчас будет гадость, когда Калашин вернулся в зал, или нет? Мы в такой же критический вечер, в союзе художников, как он называется, в музее Браздинка и Солшка. Мы также почитали сети, а селей в Калашинках подначили. Что-то никто не пишет, и леди, и поды, и все прочее. Сейчас три рубля мне дают. Понял? Я посмотрел три рубля, что напишу и леди. Помнил, угрозка была, большая леди Джона Дон. И он писал большую леди из Криколата. Он спросил, три рубля дашь, понял? Так, что такое синтон, урмян, пункт готов. Здесь все на стол. Здесь все на синтонах ослалованы. Понимаете? Ну, что такое синтон? Ну, скрытые цитаты вот так вот, понимаете? Ладно, ладно. В первой строке уже четыре синтона идут. Понимаете? Ладно, потом надо читать. Большая леди, где Калашин, кто? В лес уронил, поглядя на свою гору. Мороз посередлил мой взгляд печальный. И в этой глупости первоначальной Живой мил друг мой до сих пор. Куда, как с вами, на посину грести? А вот куда, не знаю, как придется. Вода не урыла на колодце. Взял с тобой в окна и прости. Я просто жил, купал супны в России. Вводил луху из неживых плотвичек. Мне хватало радостных привычек. И на лугу и в лесополосе. Да ладно, друг, пожалуйста, не трусь. Державен, как и прежде, колоколен. Он, Господи, столько подневолен. И потому проснется наша Русь. А за окном опять идет снежок. Такой веселый, на бомжа похожий. И улыбается ему прохожий. Жизнь принимает вновь на позашок. Мой милый друг, я сделал выбор свой. Глоток свободы и глоток природы. Я волчисто принимаю роды. За мной звезд всегда идет конвой. Чем кончится все это? Никогда не кончится. А будет лица вечна. И будет плакать ночь. И будет течь на ладони. Твоя мертвая вода. И будет плакать. Он медленно поднимет АКМ. И поднесет его к слепому глазу. Твоя АКМ. И страшно станет сразу Процессовым немцем и румынам всем. Конечно, август. Черный Сталинград. Где по ночам светло решает бомбежек. Где Чернобыль страдает ежик. Где бог тебе не друг и черт не брат. Ну что ж. Вдомный мой бой сюжет. Немножко отличный от Линдетты. Там не Ромейн, не Тинет, Джульетты. А для Шекспира, в общем, тоже нет. Там кровь с любовью сладкая, рифмовая. Там поцелуй останется на ужин. Там по настолько нежностью контужен. Что девушку не уложить в кровать. И Глезас Пусть тоже помолчит. И кто безумного придумал. И Дима Лепец. На горе подумал, где страшный свет растет. И грачет. Белеза рост. Белезки тут растут. Котору в столь раз распел Беонки. Тут рубит голову порой по Беонке. Где-то беды. Кресты святые ставят так же тут. Ах, как не сияли эти кресты. На куполах высоких обзарежных. Ты так любила, радостных и нежных. Не улыбаешься с высоты. Калажников, я что тебе скажу? Ты явно же памяти у вечной. Одна лишь дружба и остается вечной. Любовь и страсть под глазками держу. А впрочем, знаешь, не об этом речь. Подумаешь, блондинки или смугленки. Они, как их клубнички на полянке. А речь о том, что наша речь сберечь. Пусть плавают свечушки кероси. Пусть бабочки перонатые бархают. Пусть желтят под домом отдыхают. Пусть длиться жизнь на солнечной Руси. А чем мне? Не скажи тебе о чем. Ты сам поймешь, что растерянство потокает. И времени, гляди, зима какая. Печали грусти вечно за плечом. Вселенский продолжается пожар. И бог похож на дедушку Мороза. В одной его руке мерцает роза. В другой стеклянный волшебный шар. В котором видно все, как наяву. В котором жизнь растение перестанет. А роза для снегуны. Сто снигурочкой станет. А то волчонок растет ворогов. Пройдем теперь при фронтовой лесу. Какой там черт, который дарит. Поговорим о главном. О душе. Которая помолвлена судьбой. Которая живет сама с собой. На высоком третьем этаже. Что небеса. Когда жива земля. И живы травки. Божии. Ой. И живы птахи божии. И травы. Когда другой не хочет снять травы. Че просто жить. Хоть даже смех дедля. А выше солнцем. Говорит луна. Как ей не живет дурочка такая. А звезды смыкаются с раками. А снег идет какой. Нижняя льна. И бог опять приходит на балкон. Чуть породатый. Чуть породатый. Смешен неожиданным датой. Который бежит за ним вдогон. Прождество я знаю что воды. Красной светлой. Это чистый праздник. Да негодник. Да безобразие. Но я смотрю на лавную залью. И вижу в труб внезапный свет живой. Котором ты как сахар растворился. Не притворился. Просто повторился. Кусать без смерти. Нежная со мной соль. Попробуем прожить без похорон. Придем как селинджер. По чистой поле. Чтобы услышать рожь. Чтобы боли. Не слышать вечно. Придем как селинджер. Попробуем притворен. Печален быть. Особенно как и Бог. Где жизнь прошла и покрыта. Не порожья. А этот снег идет такой хороший. Что и Бог смеется. Даже Бог. Так молчим. Прислушиваемся к тем. Кто задыхался от великой жажды. И к тем кто умер утречком однажды. Что воскресный. Полноча затем. Ведь может и не брать. Но до тех пор. Пока и летняя не слаще, чем свобода. В моей души в любое время года. Говоря отец. Вам я на своих блогах. А вот мы куда пошли. Давайте вопросы. У кого есть вопросы? А какие-то вопросы. За такой вопрос. Пожалуйста, подай. Меня давно интересует вопрос. Мне Сергей Евгеньевичу задать. Сергей Евгеньевич, вы все-таки скажите. Поэзия, это когда душа поет от счастья, или когда душа плачет? Какая все поезия сильнее? Нет, все не счастлива поет. А так это не каязь. Когда есть счастье, нет чем свобода. Когда все плохо, тогда я односуще. Соколос. Спасибо. Есть еще вопросы? Халашников, кегубец, тебя бедные. Давай. Давай. Их угля, и больше. Вы что-нибудь? Вы честно делаете, но верьте, и прочее. А что это означает, с рюгля? Нам сообщите. Ну, с рюлями, с рюлями, с рюлями. А не по желудке. Вот, все. Давай, будем получать. Понятно. 312-13, не прошу. Так, еще вопросы. А? Четесь? Мы все будем. Да. Ну, там же вы стоите. Вот, да. Там стоит фишка. У вас стоит, и у вас все не маленькие. Там маленькие. Там же, там же, там же, там же, там же, там же, там же. Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я помню, что когда-то Сергей Васильев и Овчинцы были где-то рядом. Сейчас недалеко. Так вот скажите, он сейчас что-нибудь пишет? Он там матерый чиновник. Не дойдет даже, да? А как вы к нему относитесь, когда вторая половина? Об остальном спросите. Больше не надо. Я хочу поблагодарить. Я пришел, лучше поблагодарить. И мы хотим. Я хочу поблагодарить. Пожалуйста, поблагодарить. Лену Хрюклоу, которая частично влияла на организацию в двух вечерах, к сожалению, сейчас отсутствует. И всех паритов, которые мы на сегодняшнем. И гости из Москвы, благодаря которому вообще мы сегодня есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ . Лобка! АПЛОДИСМЕНТЫ